В современном мире мало кто может назвать себя абсолютно здоровым человеком. А как же быть, если профессия твоей мечты связана с космонавтикой? И как отбирают в отряд космонавтов? Поговорим о том, каким видят работодатели кандидата на вакансию космонавта. В первую очередь, это здоровый гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Он имеет высшее образование, желательно инженерное, техническое или естественно научное. Стаж работы по специальности не менее трех лет. Приоритет при отборе получают люди с опытом работы в авиационной или ракетокосмической отрасли России. Человек невежественный даже с дипломом об образовании в отряд космонавтов не попадет. Здоровье кандидатов должно быть настолько хорошим, чтобы у комиссии не возникло сомнений, что человек сможет выдержать все прелести космического полета, включая перегрузки, гипокинезию, гиподинамию, макрогравитацию и длительную изоляцию. Кроме этого, кандидат должен знать историю и теорию пилотируемой космонавтики, разбираться в компьютерной технике и владеть иностранным языком. В ближайшие 5-10 лет, конечно, приоритет будет у инженеров. Очень нужны бортинженеры, которые могут ремонтировать, обслуживать космическую технику на МКС, потом будучи на Луне и на Марсе. Помимо образования и отменного здоровья, важны антропометрические данные, то есть габариты. Такая необходимость связана только с размерами пилотируемых космических аппаратов и снаряжения. Кандидатом в полет может стать человек ростом от 150 до 190 сантиметров, в положении сидя от 80 до 99, масса тела от 50 до 90 килограммов, со ступней не длиннее 29,5 сантиметров, а его плечи не должны быть шире 52 сантиметров. Сегодня полеты стали более безопасными, отбор проходит гуманией и мечта о космосе не настолько заоблачна, как 60 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok